Всем привет, ребят! С вами Император Прайм. И сегодня я хотел бы показать один из таких поучительных боёв людей, которые пришли в War Thunder и начинают, в принципе, играть. Не знают, как победить и всё остальное, потому что множество боёв, связанных, которые проводят люди бои, у них один большой минус после игры в основном в World of Tanks и проекта Армата. Много топовых альянсов, большинство затаскивает катки благодаря тому, что стоят в кустиках. Вот просто кустик, мой дом родной, ну и, в принципе, на этом всё. Хотел бы отметить, что в этой игре, увы, это не катит. Даже если вы там набили целую кучу фрагов, могут забрать базу и вам хана. Поэтому бой посвящён именно одной из интересных тактик. Захват базы. Я во взводе, нас два человека. И захват базы в первую очередь. Берёте базу и потом конкретно, ребятки, дефим. Вот просто жёсткий такой конкретный деф. Ну, вот. Что я делаю? Занимаю эту точку, ребят. Всё очень просто. Точку я вот пытаюсь взять. Но не забываем, что у нас и враги, конечно же, есть. Есть враги. Меня Пинсвин, конечно, прикрывает с другой стороны. Вижу врага. Выстрел. И отправляю его в ангар, короче. О. От взгляда игрока поставлю вот таким образом, чтобы было видно. Видно, Пинсвин там из четвёртой у него. Конечно, очень жёсткая проблема. Пытаюсь там, короче, как-то его выцелить. И всё остальное не получается, потому что хотел вот прям к нему прорваться и помочь спасти. Но не получилось. Вижу. То есть, первый фраг уже есть у нас. Делаю пулемётиком. Думаю, сейчас там как-то всё заладится. Но не так уж и всё просто. И четвёртый слева, конечно, катит. Очень опасно. Сзади ещё свой поджимает. И хрен поймить, что, короче, делать, чтобы выиграть. Но точка взята, и это самое главное. И теперь максимальный деф. Но у нас, смотрите, кустодроты на карте. Вот обратите внимание, на С7 стоит один кемпер, который любитель. На Д7 тоже кемпер. И целая куча, ну, на базе, ладно, ЗСУшки там. И множество. Где-то вот просто... И вот я, М103 и Пинцвин, который умер. Конечно же, это ёлки-палки, как это получается. Мы прям в середине вот этого дурдома, который... И надо контролить вот эту сторону. Левый фланг, правый фланг, середину. И ещё даже сбоку заезжать. Вижу танк. Убираю второй фраг. Второй фраг загасил. Пинцвин, мой союзник, который во взводе. Он конкретно мне... То есть возродился и в данный момент подъезжает ко мне. Что же мы... Происходит дальше. Видим ещё одного. Просто свертухана. На похрен уже стреляю. Попал каток. Но посмотрите на скорость вращения башни. Как, к примеру, я это отыгрываю. Скорость вращения башни. Оцениваю ситуацию справа, слева. Со всех этих флангов и не даю взять пацанам. Откатываюсь бортом, как в картошке. Я вижу чувака. Ну и что я могу сказать? Отправляю его куда подальше. Поэтому у нас уже... Как минимум сколько сейчас, если не ошибаюсь, там вроде 3 фрага. Но тем не менее... Посмотрим на статистику. Да, вот видите, 3 фрага. Император Прайм и Пинцвин 2 фрага. Ребятки. Вижу ещё одного чувака. И я даже не успел вам показать. Ну, по-моему, я четвёртый сделал. Сделал четвёртый фраг. Дефим точку. Дефим. Просто дефим её. Это самая главная тема, когда вы подъезжаете, берёте точку. И потом уже её... Ну, здесь, конечно, чувака, видите. Внизу видно, что я ему попал в комбашеньку. Но всё-таки она такая вот крепкая падла. И нас здесь очень жёстко закинуло с боевым рейтингом 7,7. Говорю Пинцвину, что надо срочно объехать вот эту вот падлу на Т-28. Которая там... Ну, вот просто я пытаюсь, что он меня прошьёт на изи. И он выезжает. И смотрите, что в данный момент происходит. Он его отправляет. Отправляет в ангар. И я вижу ещё справа... Вот, и резко доворачиваю корпус. Вот, просто резко доворачиваю корпус. Откатываюсь. Свожусь. Вертуханчик. Но, увы, короче, нет. И я понимаю, что он может Пинцвину заехать в бортик. И стараюсь, стараюсь его как-то там вот. ФВ-4202. Пацан конкретно катается, да? То есть я хочу, чтобы вы поняли, как это всё происходит. Что нехер стоять, как днище тупое. В конце. И тут отправляю ещё один танк в ангар. То есть, вы понимаете, какой разновидность геймплея, когда ты просто стоишь, нацелился, ну и всё, и стоишь, и ждёшь пока танк, который там будет проезжать, и ты в него выстрелишь. И вот это вот дурдом, который происходит сейчас, в данный момент, на экране. Ну, и помимо этого, все как стояли сзади, так и стоят, понимаете? Здесь вот летит 114, по которому я промазал, качнуло меня. Потому что я заехал, видите, как вот, на вот этот холмик. Ну, там вот, что, а, там машина стояла, да. И она мне немного УВН, и вот это, сами знаете, минус 3 УВН. Очень, конечно, так себе, так себе. Но, тем не менее, я пытаюсь, вижу, что там ещё один, перехожу. Ну, чувак дрифтует, и я его ещё одного отправляю к ядрене пене. Резко откатываюсь назад, с бешеной скоростью. Ну, смотрим. Я 6 фрагов, пенсвин 4. То есть, вы понимаете, 10 танков уже ушатано. Жёсткий деф. Жёсткий деф, по-другому не могу сказать, что-то там и других слов не вижу. Вижу ещё одного, потому что надо седьмой фраг. Седьмой фраг, и прикрываю по максималке. Потому что там их просто дохренища. Я, получается, двойную даже задачу делаю. И деф базы, и ещё и пенсвина со взводника прикрываю. Которого, кстати, трамбует тигр. И надо как-то прикрыть, а как он не выезжает? Я думаю, ну, братишка, подай немножечко. И делаю восьмой фраг. Вот просто восьмой фраг. Пока команда вся стоит сзади. И просто насасывает и берёт защику. Деф. Вот, деф точки. Это когда ты прям воюешь именно вот здесь. Понимаете, в чём вот беда? Ну, вот так вот. А все остальные просто без фрага, практически без ничего остались. Ну, а кто вам виноват, что вы там... И знаете, что самое главное? Восемь фрага у меня. И восьмой фраг делает пенсвин. Шестнадцать фрагов, ребятки. На этом, конечно, тут тема заканчивается. Мы продефили точку по максималке. Отстреляли. Поэтому видео снято по учительной именно такой теме. Чтобы вы всегда брали точки. Брали точки, потом их дефили. Не стойте вы как днища. Стоят только днари. Даже если вы видите топовый клан, полк там. И они тоже стоят. Не обращайте на них внимания. Поверьте. Значит, топовое дно. Только днари могут стоять. Это не картошка, не... Это тормата. Это не в армате, когда топовые альянсы отстаивают в кустики. И видят, пока другие светляки едут, им светят. А они там набивают по восемь-десять тысяч дамага. И чисто да. Здесь, увы, конечно, немного все по-другому, ребят. Немного по-другому. И здесь вот так вот играть. Потому что, представляете другую ситуацию? Когда вы много раз проигрывали. Знаете почему? Потому что ваша команда стоит, а их команда... К примеру, в команде есть игроки. Например, как мы с Пенсвином были. Заезжаем на точку. Как пример просто. Заезжаем на точку. И не пускают врага. Просто не пускают. Вот. И все. И вы все лезете. И вас просто отстреливают, как собак. Конечно же, самое главное... Это когда у вас средний танк. И вы быстро... Ну, там, не знаю, там, рушка. Что-то быстрое очень. Которое очень быстро двигается. Для того, чтобы занять позицию. Ну, я не знаю. Это топчик. Это топчик. Вы берете. Пока вы берете, тяжи уже подъезжают. Уже подъезжают. Но, конечно, если вы берете. И вы видите на карте, что никого нет. И не все стоят сзади. На ОБТ я видел не один раз, как всякие ИС-3. И тому подобные тяжелые танки, которые должны давить и что-то делать. А они стоят на базе. Я охреневал. Поэтому вот решил одно из таких интересных видосов заснять. Вы также можете посмотреть в конце видео. Я думаю, я вставлю в видео. Тут у нас 16 фрагов. И до этого тоже интересный бой. Тоже я их снимаю для того, чтобы там понты какие-то показывать. А чисто по учительных... На таких целях. Чтобы люди понимали, как играть и все остальное. По крайней мере, потому что не все не умеют уже играть. Понимаем. Конечно, если будет видео смотреть статист, то однозначно он знает, как, что и куда ему делать. Но не все. И чаще всего они пригодятся. Ну, как бы вот так вот, ребят. Тоже видео будет интересно. Там мы 19 фрагов, короче, сделали. С пин-свином. Ну, как бы вот так вот. Ну что, ребят. На этом все. Всем спасибо. С вами был Император Прайм. До следующих обзоров, стримов и тому подобное. Подписываемся на канал и все дела. Всем пока-пока-пока. Удачи. Да пребудет с вами сила.